Книга открытым оком. Тема «Различные вопросы». Том 1. Вопрос 561. «Правда ли, что когда вы были в Америке, вам чуть не подстроили автокатастрофу?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Дело обстояло так. Из Нью-Йорка в Джордан-Виль на своей машине меня вез, забрав оттуда, Владимир Степанович Русак, диссидент, узник Христов. За рулем сидел он, а сзади мы с его родной сестрой. «Местность очень холмистая, а скорость большая, и когда машина выносится из низинки наверх, на холм по асфальту, то совершенно не видно, есть ли кто впереди. Я попросил ехать тише, мало ли что. А вдруг кто-нибудь так же несется навстречу?» Владимир засмеялся надо мной. «Вот простота. Ты забыл, где ты находишься. Это Америка, а не Советский Союз. Между дорогами встречных направлений возведена или бетонная стена из плит, или натянута мощная, очень высокая сетка. И ни скотина, ни зверь перейти с той стороны сюда не могут. Чтобы кто-то выехал нам навстречу на нашей полосе, нужно ту машину опустить вертолетом, а иначе нельзя». «Меня это нисколько не убедило. Да мало ли что. А вдруг? В Америке никаких вдруг не может быть. Проехали еще, и я снова прошу ехать тише, когда поднимаемся на холм. И вдруг на страшной скорости, лоб в лоб, на нас несется Мерседес. Владимир едва отвильнул в сторону вправо, съехал с дороги. Мы вылезли, и он сам спрашивает. «Что это? Это какой-то самоубийца». И обернулся к сестре. «Ты видела, как он держался за руль? Какие у него остекленелые глаза?» Она подтвердила это. «Да разве можно было это рассмотреть? Мы помолились, поблагодарили Бога, и поехали уже не спеша. Не думаю, что это было покушение, но принял как предупреждение». Продолжение следует...